здравствуйте приветствую вас на своем видео канале в этом видео решил ответить на один очень важный вопрос как быстро вылечить бронхит у ребенка без осложнений последнее принципиально если вы лечите бронхит правильно бронхит излечивается если лечите сопровождаете неправильно могут развиваться осложнения сам по себе бронхит не опасен да это уровень нездоровья он показывает и нужно что-то делать что-то менять вашем образе жизни но бронхи воспалились степень дыхательной недостаточности как правило небольшая не влияет на общее состояние человека и главное правильно сопровождать чтобы этот воспалительный процесс закончился выздоровлением если вы сопровождаете бронхит неправильно инфекция может подняться воспаление может подняться выше и к бронхиту присоединится трахеид иными словами будет трахеобронхит и вот здесь опасность увеличивается трахеид как правило ему сопутствует уже ларингит и ларингоспазм это серьезная проблема вот здесь дыхательная недостаточность может развиваться очень быстро если вы неправильно сопровождаете бронхит может появиться бронхоспазм иными словами проходимость бронхов уменьшится а степень дыхательной недостаточности увеличивается если вы неправильно сопровождаете бронхит может увеличиться отечность слизистой бронхо и аналогично уменьшается проходимость дыхательной системы с неблагоприятными осложнениями которые я расскажу прямо сейчас при бронхите всегда стремятся сухой кашей быстро перевести во влажный чтобы с помощью мокроты очистить дыхательную поверхность дыхательные пути но если мокрота образуются густая а слизистая может быть либо отёчно у детей на отечность развивается очень легко либо есть склонность бронхоспазму может возникнуть еще одно неблагоприятное осложнение бронх может перекрыться комочком слизи и здесь возникает отчах пневмонии поэтому смотрите это видео дальше вы узнаете как же правильно сопровождать как правильно лечить бронхит у ребенка учитывая эти сложности чтобы вылечить бронхит а на осложнение не попасть бронхит у детей появляется когда поток различных патогенов в органы дыхания ребенка превышает возможности местной иммунной системы справиться с ними иным способом и основных возможностей всего-то две либо вы не смогли научить своего ребенка правильно дышать в разных ситуациях и вдыхаем воздухом бронхи попала слишком много микроорганизмов и назначение антибиотика в данном случае показано а возможно вашего ребенка пылевой бронхит во вдыхаемом воздухе достаточно много частиц пыли гарри копоти они также вызывают бронхит но на первых порах без инфекции и его можно вылечить без антибиотиков если вы начинаете лечить с первых минут проявления бронхита правильно а возможно бронхит вызвали любые аэрозоли которые также находятся во вдыхаемом воздухе и могут вызывать бронхит его тоже можно на первых порах лечить без антибиотиков но правильное дыхание не единственный способ предупредить развитие бронхита у ребенка нужно еще и правильное питание если вы не знали как правильно кормить своего ребенка иными словами пищеварительную систему с продуктами питания и напитками проникло слишком много химических веществ под названием ароматизаторы красители усилители вкуса усилители запаха разрыхлитель и иже с ними то поток этих химических веществ если он всасывается в кровь попадает на ревизию к печени печень детей работает значительно слабее чем у взрослых и если печи ребенка пропускает эту химическую атаку в организме ребенка по кровообращению следом стоят органы дыхания попадая к органам дыхания они также могут снижать там местный иммунитет и вызывать явление бронхита как и продукты неполного переваривания пищи если пища продукты питания напитки заходят вне зависимости от возможности пищеварительной системы ребенка после такого питания у ребенка также может проявиться бронхит поэтому смотрите это видео дальше вы узнаете как же правильно лечить бронхит с первых признаков бронхита на таком благоприятном фоне спровоцировать бронхиту ребенка может любой стрессовый фактор стрессы никогда не укрепляли иммунитет всегда его провоцировали и снижали а будет у вашего ребенка стресс термический иными словами он регулярно попадает в переохлаждение либо в перегревание будет стресс эмоциональный ваш ребенок боится получить низкую оценку либо волнуется по иному поводу либо стресс физический когда вашего ребенка присутствует график тренировок и он обязан его соблюдать вне зависимости от возможностей его организма но в любом случае если у вас вашего ребенка бронхит появился а стрессовые факторы присутствуют то устранение стрессовых факторов это уже первый шаг и возможность быстро вылечить бронхит у ребенка без осложнений вот какой второй шаг вы делаете вы узнаете прямо сейчас чтобы быстро вылечить бронхит у ребенка без осложнений лечение бронхита нужно проводить под контролем врача собственно бронхит очень простое заболевание но коварное осложнение которые возникают при неправильном его сопровождении. И ориентируясь на те признаки, о которых я расскажу прямо сейчас, вы будете понимать. Вы правильно лечите бронхит у ребенка. И выздоровление лишь дело времени. Либо вы что-то делаете неправильно. И нужна коррекция проводимого лечения. И один из самых интересных индикаторов, важных индикаторов. Это кашель. Если у ребенка острый бронхит, либо обострение хронического, то вначале кашель сухой и звонкий. И напоминает примерно вот такой. Но в данном случае я спровоцировал горловой кашель. Но бронхита у меня нет. Поэтому показать в полном объеме я этот кашель вам не могу. Но! Этот кашель возникает, конечно, не в горле, а глубже в грудной клетке. Он более глухой. И, казалось бы, быстро вылечить бронхит. Вот такой острый бронхит. Можно просто кашель подавив. Противокашлевые средства. Они присутствуют. Они есть. Распространены. И, казалось бы, быстро вылечить получилось. Кашель вы подавили. Вроде как бронхит исчез. Но! Бронхит. Вернее, не бронхит, а кашель. Это защитно-приспособительная реакция. Помогающая удалить из органов дыхания раздражитель. Подавили кашель. Раздражитель удалился или остался в организме? Остался. И неблагоприятные осложнения в отдаленной перспективе становятся более реальными. А обострение, либо новое проявление бронхита также становится более реальными. Вы долго и нудно будете давить этот кашель. Вместо того, чтобы один раз очистить органы дыхания ребенка и создать условия, при которых бронхит появляться в принципе не будет. Поэтому нужно кашель не подавлять, а перевести его во влажный. Иными словами, способствовать большему образованию мокроты в органах дыхания ребенка. Этому позволяет даже банальная коррекция системы питания. Просто вы в рационе добавляете количество круп. Иными словами, каши варите. Рисовую, гречневую, овсяную можно. Если у ребенка нет лактазной недостаточности, может быть молочная каша. Нужно добавить, увеличить в рационе ребенка количество крахмалистых овощей. Морковь, свекла, картофель. В любом случае увеличивается образование мокроты. И легкие самоочищаются быстрее. В этих продуктах содержится и вода. Но, чтобы увеличить количество воды в рационе ребенка, не обязательно ему воду пить. И если пить, то только щелочную. Однако, вода содержится и в каше. Особенно, если вы сделаете ее не рассыпчатую, а размазню. Точно так же вода содержится в рагу, в супах, в борще. Любой вариант вы можете использовать. Вода присутствует в рационе ребенка. Мокрота образуется более жидкая и легче выделяется. Легче отделяется. И показатель того, что мокрота пошла. После кашля, вы видите, у ребенка пауза. Он думает, что сделать с тем, что появилось у него во рту. И самое простое и правильное решение в данной ситуации. Помогите, подскажите ребенку, что то, что попало в рот, это грязь. Это его болезнь. И болезнь уже выплюнуть. Если ребенок будет выплевывать в баночку, вы еще увидите качество этой мокроты. Если она прозрачная, если она белесоватая, прекрасно. Инфекции там нет. И антибиотики ребенку не нужны. Если же мокрота стала зеленовато-желтоватой. В данном случае бронхит без антибиотиков вы вряд ли вылечите. И применять антибиотики в данном случае нужно. Также еще очень важно, не изменится ли характер кашля. Если вы затянете, если вы хотите вылечить быстро бронхит ребенку, но сухой кашель у ребенка затянулся, вы видите, изменился тембр голоса. Голос стал тепловатым, хрипловатым. Потому что при кашле резко усиливается движение воздуха. И раздражитель, патогены находятся вот здесь. Не важно, это пыль, это химические вещества, это микроорганизмы. И отсюда с мокротой нужно удалять. А самый мощный поток идет через трахею и через голосовые связки. Вот здесь слабое место. Если вы слышите, что голос у ребенка стал более хриплым, здесь у вас появился повод вызвать врача и корректировать лечение, корректировать те назначения, которые вы выполняете. В данном случае вероятность развития ларингита и связанных с этим осложнением достаточно высока. А вот какие еще изменения со стороны кашля вы можете услышать и своевременно обратиться за медицинской помощью? Вы узнаете прямо сейчас. Чтобы быстро вылечить бронхит у ребенка без осложнений, нужно уменьшать в рационе количество поваренной соли. Реактивность саидной ткани у детей значительно выше, чем у взрослых и склонность к образованию отеков значительно выше. Поэтому одно дело, когда здоровый ребенок вечером перед сном съел порцию соленой рыбы, соленой икры, твердый сыр, бутерброд с колбасой, домашнюю, либо покупную, ключевое слово, овощную консервацию, а утром проснулся с отеками на лице, это одно. А когда ребенок болен бронхитом и аналогичные продукты оказались в его рационе, увеличилась отечность бронхов. Слизистая бронха вытекает, просвет бронха сужается, и вероятность осложнений резко возрастает. А осложнение вы можете, у вас реально получилось в данном случае вылечить бронхит быстро, но вы банальный бронхит перевели в бронхит с осматическим компонентом. А возможно спровоцировали обострение бронхиальной астмы. Либо бронхиолит появился у ребенка, в любом случае степень дыхательной недостаточности, нарастает достаточно быстро, и вам нужна врачебная помощь и коррекция проводимого лечения. А также очень важно убрать из рациона ребенка еще одну группу продуктов питания, на которую часто не обращают внимания. Они провоцируют, ускоряют, усиливают развитие воспалительных реакций и негативных осложнений. И эта группа продуктов питания очень проста. Это растительные масла. При попадании в организм увеличивается образование простагландинов. А это медиаторы воспалительных реакций. Иными словами, они усиливают воспалительную реакцию в ответ на любой раздражитель. А соответственно и вероятность осложнений при бронхите. Поэтому, если вы хотите реально быстро вылечить бронхит у ребенка без осложнений, вы и поваренную соль убираете из рациона, и растительные масла заменяете жирами животного происхождения. В данном случае заболевание протекает более благоприятно. И какие еще движения вам нужно сделать, чтобы быстро вылечить бронхит у ребенка и без осложнений? Вы узнаете прямо сейчас. Чтобы быстро вылечить бронхит у ребенка без осложнений, нужно правильно использовать продуктивный кашель. Первично вы сухой кашель перевели во влажный. Дальше нужно его правильно использовать. Большинство детей, заболев бронхитом, боятся кашлять. Ведь они показывают свой уровень нездоровья. И увеличивают уровень беспокойства в семье. На самом деле, вы должны беспокоиться, когда ребенок на фоне бронхита перестал кашлять. У него возрастает резко риск пневмонии. Ведь одно дело, когда мокрота образовалась в легких, и она образуется и по дренажной системе, по бронхам выходит. Ребенок откашлял, желательно выплюнул. Все, проблема исчезла. Другое дело, когда мокрота блокирует бронх и возникает очаг пневмонии. И в зависимости от того, бронх какого калибра был заблокирован, такая пневмония и возникает. Если одна долька их около 20 в легких, значит образуется дольковая пневмония. Если одна доля их всего 5. Степень дыхательной недостаточности при долевой пневмонии значительно выше. Чтобы этого не было, вы можете лечение бронхита ребенка в домашних условиях превратить в игру. Иными словами, несколько раз в день устраивать турнир. Берете пушинку, берете фантик от конфеты, кладете на стол, делаете себе ребенку ворота, вдох все делают через нос, выдох форсировано через рот. Если у ребенка при выдохе, при форсированном выдохе спровоцировался кашель, и часть мокрота появилась во рту, он сплюнул, это дополнительный балл в его пользу. В этом случае лечение идет более правильно. В легких мокрота не застаивается. Более того, вы удаляете те раздражители, те патогены, которые вызвали собственно бронхит. И в этом случае несколько таких турниров в день приведут к тому, что ребенок быстрее выздоровеет. Вы можете периодически и менее экстремально помогать ребенку лечиться. Берется банка с водой, соломинка от коктейля, и ребенок, опустив соломинку до дна, делает выдох, пускает пузыри. Чтобы ему было интереснее, можно белок яйца в эту воду поместить, пойдут пузыри. Если вы хотите усилить лечебный эффект, можете капнуть одну капельку, много не нужно. Эфирного масла там, эвкалипта, лаванды, или других растений, на которые у ребенка, естественно, нет аллергии. Ребенок будет находиться около этой банки, выдох делает в банку, эфирное масло испаряется, ребенок делает вдох и вносит антибиотик растительного происхождения в дыхательную систему. В этом случае выздоровление от бронхита будет быстрее и с наибольшей вероятностью без осложнений. Если нужно усилить какие-то еще дополнительные факторы внести, если не получается у вас сделать полноценно влажный кашель, наберите на моем канале есть такое видео, как лечить и вылечить бронхит. Там более подробно я рассказал, какими средствами, какими методами можно увеличить образование мокроты и повысить иммунитет в органах дыхания, чтобы бронхит вылечить у ребенка можно было. Легко и просто, и самое главное, без осложнений. А также поищите в интернете, наберите школу доктора Скачко первый сезон, там около 10 видео, как правильно дышать. Ведь в развитии бронхита один из вариантов развития бронхита это неправильное дыхание, при котором слишком много патогенов попадает в органы дыхания. И слава богу, если они останавливаются на уровне бронхит, хуже, если они останавливаются на уровне воспаления легких или пневмонии. Тут, если бронхит можно вылечить реально без побочных явлений, то после пневмонии остаются рубцы. Легкие, часть легкого после этого не будет дышать никогда. И это серьезная проблема, поэтому до нее лучше не доводить. Лучше лечить не пневмонию, вызванную какими-то патогенами, а скажем, ринит, танзелит, то есть воспалительные процессы в начальных, верхних дыхательных путях, где их легче устранить и с наименьшими потерями для организма ребенка. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы ставите лайк на это видео, отправляете ссылочку своим друзьям, знакомым, родственникам, возможно делитесь в соцсетях, я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.